Всем привет! Сегодня я расскажу, как нарезать видео VirtualDub на несколько частей, на 2 и более частей. Итак, мы загружаем видеофайл, выбираем способ компрессии, нажимаем в файл Save Segment AV. Далее, что у нас здесь мы видим? Здесь ставим галочку Limit Number of Video Frames Per Segment, в общем, P. Что это значит? Мы, значит, что мы делаем? Мы смотрим, сколько максимальное число кадров в нашем видео. Это 10553. Это число мы делим на то, сколько видеофрагментов нам нужно в конечном результате. На 5. Например, нам нужно поделить это видео на 5 частей. И, собственно, получается число 2110. Сюда мы впишем, вписываем число 2110. Что это значит? Это значит, что на каждом 2110 кадре видео будет обрезаться и делиться на фрагменты. То есть, это все просто достаточно. Например, видео идет, 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 2110 кадр, все обрезалось. И дальше идет опять 2110, ну, через 2110, 110 кадров и так далее. Но иногда может быть такое произойти, что поделиться не на 5 частей, а на, например, тут неровное число, да даже независимо от того, ровное или нет, на 6 частей. Причем шестая часть будет длиться секунд 5, и вам это вообще никак не надо. Так вот, что мы делаем? Мы делаем следующее. Мы просто сюда вписываем, например, 200, и все, в принципе. То есть, по-моему, так должно. Да, по-моему, я так делал. То есть, как бы эти, вот сколько там получается, 90 кадров, да? 90 кадров, да, как раз таки, ну, займут этот ненужный фрагмент, ну, чтобы не оставалось у вас вот этих видео шестых. Ну, если четко хотеть, чтобы на 5 поделить, ну, или даже больше чуть-чуть. Например, 400, ну, ладно, не важно. В общем, суть вы поняли, это уже ваше дело, как там, на сколько делить. А вот это число, это означает, по-моему, что, например, когда видео достигнет размера в 10 тысяч мегабайт, то оно поделится. Ну, я 10 тысяч указал, потому что у меня никогда не будет такого большого фрагмента, видео 10 тысяч мегабайт, поэтому оно не будет делиться заранее. А как узнать, например, если вам нужно поделить ровно по 10 минут? Так. Ну, по сути, вам это нахрен не надо. Я даже не знаю. Так, телефончик зазвонил. Так вот, я что-то не догоняю, даже как вам объяснить, вообще нахрен вам это надо, но очень смотрите. Например, у вас видео длится, типа, 50 минут, да? Ну, в первую очередь, все, я урок рассказал, кому дальше интересно, можете не смотреть. Все поняли. Значит, смысл, типа, того, что у вас, например, видео 50 минут, и вам 50 минут делим на сколько? Ну, на 5, да. А, ну, 10, да, 10 минут, соответственно. И получается, что если, например, 10 минут, если вы записывали игру 60 FPS, например, 10 минут, да, получается в одной секунде 60 кадров, типа того. Соответственно, в одной минуте мы 60 умножаем на 60, так? Получается 3600. Далее, ну, я калькулятором тут пользуюсь, так быстрее, чтобы вам видно все было. Вот. Получается, это 3600 кадров в одной минуте. И так же умножаем на 10, это получается 36000, да? Да, да, вот. Это получается 10 минут. А получается 50 минут, ну, ваше видео, например, 50 минут, это уже 180 тысяч. Если мы поделим на 36000, то увидим какое-то число. Это, видимо, получается 5 фрагментов. Да, логично, то есть, ваше 50-минутное видео поделится на 10 частей. Ой, блин, как-то все немного запутано. В общем, вводим сюда число. Если у вас видео 50 минут, 36000. И делится у вас оно на каждое видео по 10 минут. Ну, грубо говоря, так. Потому что там может быть секундные отклонения. Ладно, все, и нажимаем сохранить, короче. Я ничего не буду сохранять. Все, всем спасибо за просмотр, за положительные оценки и так же за подписку. Всем пока.